Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 26 сентября, я собираю последние перцы созревшие. Я всегда говорила вам, что жду до конца, чтобы они вызрели именно на кусту. До сих пор еще отбираю и хочу показать вам, видите какие великаны, перцы-гиганты. Хочу показать вам те перцы, которые самые-самые крупные у меня в этом году. Видите, вот этот вот даже не входит у меня в руку, как бы его удобнее взять. Вот так, наверное. Вес очень большой. Вот. 314, там сколько, ой. 345. Вот представьте, 345 грамм одна перчина. Огромная, тяжелая, красивая. Я говорила уже зимой о тех перцах, которые перцы-великаны. Но сейчас я вам покажу. У меня до этого самые большие были, вот, Патриция и Гладиатор. Они тоже большие, огромные, отличаются тем, что Патриция, он в молодости темно-зеленый, такой прям страшный аж. А Гладиатор, он в молодости вот такой вот светлый. У них тоже большие веса, но все-таки они 228, 250 нынче. До 400 грамм никто не вырос. Гладиатор тоже большой. Нынче побили все рекорды вот эти быки. Я про них вам рассказывала. Это оранжевый бык из серии Максимальный Размер, ой, из серии Русский Богатырь. Про него написано. Высокорожайный ранний сорт для выращивания, ну, короче, плоды крупные, массой 250 граммов, а отдельные 300-400 граммов. Вот у меня это, вероятно, отдельные, потому что у меня все выросли, они вот такие, как я сейчас вешала, 340-320. Все перцы получились у меня отдельные, очень крупные. Но они вот эти вот, смотрите, еще не дошли до такого, до оранжевого цвета, он еще понемножку темнеет, он должен быть, видите, вот этот желтый, а этот уже начинает быть оранжевым. Он должен быть еще ярче, но я уже боюсь их дальше оставлять. Ну, из опасности, что могут замерзнуть, все-таки 26 сентября у нас уже и 3 заморозка было. Эти, правда, в теплице, но все равно, если будет хороший мороз, они могут свариться от мороза, ошпариться. Вот этот золотой бык, про него написано, что стенки 10 сантиметров, толстые, мясистые, до 14 килограмм с метра, в зависимости от условий выращивания. Ну, тут написано, что в свежем виде для фарширования, замороживания, консервирования. Ну, конечно, фаршировать такой перец очень сложно, потому что... Так, извините. Потому что сколько туда килограмм мяса, начинки войдет, но кушать сладкий, мясистый, толстостенный. Вот если кто-то хочет на своем участке вырастить перец-гигант, то вот этот вот оранжевый бык, это самый подходящий сорт. Я всегда до этого нахваливала вот гладиатора, патриция, но вырастив вот таких вот быков под 400 грамм, конечно, эти перцы у меня померкли, отошли на второе место. Вот, пожалуйста, самый крупный перец, который у меня нынче, это оранжевый бык, весом под 400 граммов. И вместе с тем, конечно, он сладкий, он сочный, он красивый, подходит для всего. И если вы выбираете крупный перец, не обязательно это должно отражать название. Вот смотрите, написано перец-богатырь. Казалось бы, он должен быть как большим, огромным, но написано масса 75-100 граммов до 200 грамм. Ну, сравните 200 и 345. Конечно, это очень большая разница, так что не всегда богатырь или атлант, значит, что он будет огромный. Вот этот вот огромный, еще огромный золотой лапоть, там какой-то еще бугай, по-моему. Но вот сейчас главный герой пока что вот это вот оранжевый бык, он будет потом поярче, вот видите, проступает оранжевый цвет, он будет такой ярко-желтый, ну или так, как светло-оранжевый. Все, до свидания. Это я вам показывала. Перец-богатырь, перец-гигант. Оранжевый бык. Это именно не гибрид, это сорт. Вот я почему его долго ждала, он висел на кустах, чтобы собрать с него семена. Я сейчас соберу с него много семян. И про урожайность. Вот эти вот все были на одном у меня кустики, и весь куст вот этими вот лаптями, вот такими вот перчинами огромными увешан. Урожайность действительно большая, не одна-две перчинки там висят на кустике, а он весь улеплен. Я ходила даже летом на него смотрела, вот сейчас в конце лета, когда он начинал желтеть. Зрелище потрясающее. Стоит кустик перца, и вот такие огромные вот эти вот быки, ну натуральные быки висят на этой перчине. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Я по-прежнему борюсь с урожаем. Как вы видите, еще перцы меня завалили, еще томаты даже не все с теплицы убрала. Если кому не отвечаю, простите, извините. Сейчас вот пройдет буквально несколько дней, сяду, всем отвечу. Никто у меня в потеряшках не будет. Но пока что у меня идет борьба с урожаем. Все. Всем хороших урожаев. Субтитры сделал DimaTorzok